Донецкий республиканский академический молодежный театр в 2021 году представил зрителям 9 премьерных спектаклей. Все они разноплановые и подходят для просмотра как самым маленьким детям, так и уже совсем взрослым. К примеру, спектакль «Кто украл светофор» обычно проходит в формате театрик и ориентирован на детей самого маленького возраста. Доброе утро, друзья! Хочу вам прочитать заметку, которую я написал для выпуска «Лесной газеты». Небывалый случай произошел в нашем лесу. На перекрестке двух главных улиц произошло дерзкое нападение на дежурного светофора. Что? Дерзкое нападение на дежурного светофора. А вот человек из Подольска по пьесе Дмитрия Данилова будет интересен детям постарше и взрослым. Ведь здесь поднимаются актуальные проблемы нашего общества. Это первая премьера юбилейного сезона театра. Постановкой занимался режиссер из Ульяновского драматического театра имени Гончарова Александр Лебедев. Ребята, раздвиньте стены, по пути идете, пожалуйста, чуток. С моментом на цепле. Там надо ползать чуть поярче. Как вам вообще такое предложение, когда поступило, сотрудничать, работать именно с этим театром и с этими артистами? Ну как сказать, ну вот смотрите, я знаю, что я хочу сделать. Еду туда, не знаю куда. Я еду куда-то в какой-то далекий город для меня, Макеевка, который я никогда не видел, никогда не знал, никогда не думал, что я здесь окажусь. И естественно, я не знал, что меня ждет. Александр Лебедев, обладатель губернаторской стипендии имени народного артиста России, лауреат Государственной премии России Бориса Александрова, работает в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова. Мне сначала поступило предложение постановки, естественно, я с театром не был знаком. В этот театр мне посоветовал Владимир Иванович Медведь, который очень долгое время сотрудничал с молодежным театром Макеевки, долго сотрудничал с театром драмы в Донецке. Я в Макеевке жил, прям лет пять я приехал, школу закончил, и я уехал. Вот меня потянул театр, а театр – это кочевая жизнь в принципе. Институты, там переезды, режиссеры разные, ищешь там, где лучше работается. Вот, поэтому в итоге оказался аж в Ульяновске. Владимир Медведь – главный художник Ульяновского драматического театра имени Гончаровым. Ставил спектакли в различных городах Украины, России и США. В Донецком молодежном театре ранее работал над несколькими спектаклями. Ну, я вообще люблю театр, то есть не только этот, мне нравится это пространство театральное, а, собственно, здесь плюсы какие, что да, у меня тут знакомые, да, как бы остались приятные ощущения. И приглашение, когда поступило, и совпадало по времени, что я смог приехать, не на полный период, к сожалению, но я с удовольствием приехал. Я как режиссер работал в двух театрах, это мой третий театр, которым я ставлю как режиссер. И, скажем так, я очень боялся, потому что это был первый мой выезд вообще такой режиссерский. Но все эти три недели, которые я здесь работал, это было одно большое счастье. Вы продолжайте, а я пока составлю протокольчик. Работа с этим режиссером – это что-то непередаваемое в ощущениях, потому что он очень талантливый, во-первых. Очень в нем столько информации, столько всего интересного, что это хочется все впитать. И самое главное, что во время постановки он сделал из нас такую семью, такой клубок, такие петельки, крючочки, что просто один восторг. Почему именно эта пьеса была выбрана вами и насколько, по вашему мнению, она актуальна именно здесь, в нашей республике? Давайте говорить прямо. Был большой отток молодежи. Был? Так. Так как я сам из провинции, у нас тоже там огромный отток молодежи. По сути, сама пьеса, конечно, это про молодого человека внутри одного маленького города. И про человека, который обвиняет город в своих бедах. И я не готов сейчас, например, сказать, прав он или не прав. И по сути, в этой пьесе как раз-таки мы этот вопрос задаем. Быть или не быть? Город виноват или я виноват? Второй премьерой юбилейного сезона Донецкого республиканского академического молодежного театра стал восстановленный спектакль «Гроза» под наименной пьесе Александра Островского. До того, как грозы не было в этом театре, была идея переосмыслить классику относительно того времени, в котором мы живем. Привнести какие-то новые идеи. Они были рискованы, театр пошел на это, и мы, несмотря на очень большую техническую сложность, непростые времена, театр рискнул, и мы выиграли. И театр выиграл, и вся группа, которая работала на этом спектакле. Впервые в театре спектакль «Гроза» был поставлен в марте 2012 года режиссером-постановщиком Олегом Александровым. Этот спектакль принес театру немало наград, несмотря на то, что просуществовал всего два года. «Естественно, проходит время, и мы переосмысляем какие-то вещи, что-то было не воплощено, потому что идей много. Не все они, к сожалению, не в каждом спектакле могут быть в отвлечении. Что-то не успеваем, что-то не додумали и так далее. Современная уже восстановленная гроза, она, наверное, будет отличаться от той, которая была». По понятным причинам, связанным с оттоком из театра актерского состава, спектакль долго не играли. Но сегодня труппа театра устоялась, цеха работают в полную силу. Появились все возможности, а главное – огромное желание восстановить этот спектакль. На предложение «Восстановить грозу» Олег Александров сразу же откликнулся. Сегодня он актер и режиссер Северодвинского драматического театра Архангельской области. Как вообще работала с режиссером, который восстанавливал этот спектакль, Олег Александров? Легко ли? Первое наше знакомство с ним было… Ну, я знаю, что в театр… Он раньше ставил в театре спектакль этот. Это как бы восстановление, но потом мы выяснили, что это совершенно новый спектакль получился у нас. Первое знакомство с ним было такое непонятное, потому что мы уже привыкли с нашими режиссерами, которые у нас в театре работают, работать, сотрудничать с ними. Мы как-то, мы знаем уже какие-то моменты, как к ним пристроятся, как они к нам пристраиваются. А вот с ним было сложно. Ну, а потом прошло время, и знаете, это было уже как принятие. То есть он нас спустил в себя, а мы его в себе. Премьера нынешнего театрального сезона настолько полюбилась зрителям, что они готовы ее смотреть вновь и вновь. Очень все до такой степени эмоционально. Мало кто сейчас ставит классику. Сейчас как-то пошла тенденция на более современных авторов. Все показано в нашем рамке. Это действительно потрясающий спектакль. Кто еще не я, лично пришла уже третий раз смотреть. Милый небо, да не простился. Знак любовь мне дорога. Я живу здесь, в городе Макивки, и довольно-таки часто пощищаю наш театр. Вы знаете, этот спектакль, ну, очень хорошее впечатление производит. Во-первых, неожиданно, неожиданно вот эта вода на сцене меня так впечатлила. Я вот просидела все отделение, раскрывший рот в полном смысле сегодня. Порадовал Донецкий молодежный театр своих зрителей и премьерная постановка и стюардессы. Внимание, вышка, бур 46-442, взлету готов. Желаю вам приятного аппетита. Давай, мы сейчас... Ребята, все равно будет пробол, что выпало. А что ты села? Тебя снимаем? Это мой четвертый спектакль в этом театре, который я ставлю. Я его, как предыдущий, который назывался «Люти», я тоже его хочу посвятить нашим женщинам, нашим любимым, красивым, обаятельным женщинам, которые отдали всю себя, всю свою душу, свою любовь небу, посвящено нашим стюардессам. Премьерный спектакль «Стюардессы» поставлен по однаменной пьесе Валерия Хайрюзова, русского советского писателя, журналиста, летчика, пилота первого класса. Главная вообще ваша цель, ваша задача, вот как режиссера-постановщика в этом спектакле, что хотели передать зрителям? Ну, вы знаете, в каждой профессии, просто мы взяли за основу, ну так написана пьеса про стюардесс, но в каждой профессии есть люди, которые безмерно любят свою профессию. Я хотел показать, что преданность своему делу, своей работе, она не самая последняя в нашей жизни. Что-то значит, она двигатель в нашей жизни, наш прогресс. В спектакле заняты как корифеи театра, так и молодые артисты. Вы играете стюардессу в этом спектакле. Насколько близка эта роль вам? На самом деле, это моя творческая биография, это первая драматическая роль. Не могу сказать, что мне было очень легко, местами было тяжело. Но благодаря тому, что у нас собрался очень такой творческий, дружный коллектив, который, наоборот, тебя подталкивал и помогал, я думаю, ну, это уже, наверное, мы на суд зрителя покажем. Я думаю, что роль, скорее всего, моя удалась. Ну, а теперь, овязь. Да вы что? Колполки не 8 на распородаже приобрела. Сильпо или на Шанхае? Это моё дело, что приобрела. Одежда – это лицо женщины. Стиль! Он или есть, или его нет. Одежда, как проводится, – это лицо нашей компании. В завершении 2021 года Донецким молодёжным театром в новогодние дни были проведены благотворительные акции для детей социально незащищённых и других льготных категорий. Ну что, похож на Лид Мороза? Нет! А вот так? У-у-у! Нет! Нет, я настоящий Дед Мороз. А вас, Дед Мороз, знаете какой? Он хулиган и разбойник. Вот увидите. Нет, 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 он разбойник. Ознаменовался 2021 год для драм-то также поездками и участием в фестивалях. Сначала в Таганроге, а потом в Нижнем Новгороде. Такие встречи для артистов – это всегда глоток свежего воздуха и вдохновение на творческий полёт. В целом, год русской культуры для Донецкого республиканского академического молодёжного театра стал не менее знаковым в творческом плане. Театр радовал своих почитателей и выставками из фондов театрального музея, где прослеживается вся история создания и развития театрального искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова